В Нижневартовске уже начались первые проверки школ, пока не носят предварительный характер. Всех буквально шокировали события, произошедшие накануне в Казани. Сейчас ведомства ждут более четких рекомендаций. Однако, по словам представителей департамента образования, система безопасности в Нижневартовске отлажена. Попасть в школу без предъявления документов посторонний человек не может, а дежурство здесь несут сотрудники именно частных охранных предприятий. Правда, они не могут иметь оружие, но все школы, а также детсады подключены к тревожной кнопке. В ближайшее время в учебных заведениях планируют дополнительно усилить меры безопасности. Мы дополнительно введем обходы территории, усилим количество. Дополнительно у нас, я уже проговаривался, дополнительно у нас внесены планы работы. Это увеличение количества видеокамер по периметру здания, по периметру территории. Это пропускной режим для людей, которые хотят заниматься спортом на территории. Мы обычно проводим именно эвакуацию обучающихся. Мы выходим на территорию школы и так далее. В данном случае, конечно, вот в этом, да, здесь, конечно, никуда, никакого движения быть не должно. А именно забаррикадироваться и ждать помощи Росгвардии и тех служб, которые именно отвечают за безопасность непосредственно. Массовое ДТП произошло в Сургуте. Накануне днем здесь столкнулись две иномарки и грузовик с полуприцепом. По предварительной информации, водитель Тойоты Короны выезжал со второстепенной дороги, не уступил Тойоте Лэнд Крузеру. От удара машину отбросило на обочину. Здесь стоял грузовик Вольво с полуприцепом. В результате аварии водитель Лэнд Крузера получил травмы. Всего на дорогах Югры госавтоинспекторы зарегистрировали два ДТП. В них пострадали двое. Не обошлось без штрафов. Пять водителей задержали за управление транспортом в состоянии опьянения. Восемь отказались от медосвидетельствования. Еще один сел за руль под шофе повторно. Кроме того, 158 водителей получили штрафы за выезд на встречку. В 43 нарушили требования к перевозке детей. Сургутские госавтоинспекторы помогли спасти задыхающегося ребенка. За помощью к экипажу дорожно-патрульной службы обратилась семейная пара. Подъехав к полицейске, молодые родители рассказали, что их маленький сын задыхается. Его нужно срочно доставить в больницу. Инспекторы немедленно отвезли мальчика в травматологический центр. По прибытии малыша сразу отправили в реанимацию. Как отметили врачи, он остался жив благодаря оперативным действиям экипажа ДПС. Позже мама маленького пациента отправила в городское управление полиции письмо со словами благодарности. После выписки Дениса навестил один из спасателей, старший лейтенант полиции Александр Зорий. Он вручил мальчику игрушечный гараж с автомобилем ДПС. Сегодня отмечают Международный день медсестры. Праздник был учрежден в 1974 году, когда сестры милосердия более чем из 140 стран объединились в профессиональную общественную организацию. В Югре сегодня трудится 15,5 тысяч медицинских сестер и братьев. Это сотрудники станции скорой помощи, больниц, поликлиник, диспансеров и госпиталей. В регионе налажена система подготовки этих ценных специалистов. Ежегодно в здравоохранение округа приходят выпускники Сургутского и Нижневартовского медицинских колледжей, Хантамантийской медакадемии. Медицинские сестры наравне с врачами приняли на себя огромную нагрузку на пике пандемии. Многие из них стали волонтерами. Помимо профессиональных обязанностей, они помогали людям на добровольных началах. Потому что залог успеха этой работы кроется не только в умении ухаживать за больными. Главными своими качествами медсестры и медбратья считают терпеливость, нервнодушие и сострадание. Продолжение следует...